Здравствуйте, с вами Александр на канале «Финансовая независимость». Сегодня я продолжаю покупать активы равными долями на равных промежутках времени. Равные доли – это постоянные 10 тысяч рублей, а равные временные промежутки – это неделя. Это первое видео с 10 тысячами рублями. Начиналось это инвестирование с еженедельных 3 тысяч рублей, потом было 5 тысяч рублей, теперь 10 тысяч. Суммы не важны, вы можете инвестировать любые удобные для вас суммы, хоть полторы тысячи, хоть 50, важен принцип регулярности. Прочитайте текст на экране, здесь написано подробнее о данном инвестировании, а в этом ролике мы с вами сэкономим время. Итак, начинаю. Общий результат по портфелю сейчас, как вы можете видеть у себя на экранах, это 20 с небольшим процентом прироста. Это вот мелкими зелеными цифрами здесь нарисовано. А сейчас вот сначала медленно давайте все пролистаю, чтобы можно было увидеть, что вообще здесь есть в этом инвестировании. Но видите, фондов много, все реальное, инвестирование честное. Так, теперь важная информация. У меня в день выпуска этого видео стартует закрытый инвест-клуб «Финансовая независимость Private». Про подробную суть этого инвест-клуба и условия доступа можно будет узнать на телеграм-канале, будет соответствующий пост. И вот там, в этом инвест-клубе, кроме аналитики и других инвестиционных полезностей, я буду еженедельно покупать иностранные акции на 10 тысяч рублей. Причем на данном этапе активы там уже все куплены на такую же сумму, как и в этом оранжевом инвестировании. То есть на 423 900 рублей. И получится, что со временем можно будет сравнивать эти два счета, так как условия старта и продолжения инвестирования будут одинаковые. 10 тысяч рублей еженедельно. Далее, продолжая по нашему индексному инвестированию. Смотрим, что произошло за неделю и каковы текущие тенденции на ключевых рынках. Давайте открою фонд американских акций, который присутствует в портфеле. Это будет СБСП традиционно. Вот он по центру. Это СНП500. Здесь видите 19% прироста. Давайте сразу его открываю. Американцы, да не только они, заметно сейчас занервничали на фоне роста заражения коронавирусом в мире. Дополнительных нервов прибавляет перспектива ужесточения денежно-кредитной политики в будущем. Это как бы висит над рынком и дает психологически. Сейчас, похоже, появляется общая тенденция к замедлению и восстановлению экономики. Новые вспышки по короне совершенно не в кассу. Особенно есть случаи, что количество вакцинированных людей уже выросло заметно. Похоже, уже никто не ожидал роста короны. Рынок явно закладывался на более позитивный сценарий. Далее, давайте смотрим китайцев в этом инвестировании. Вывожу китайцев на центр. Вот по центру. Здесь прирост совсем маленький. Видите, 5 с небольшим процентом всего лишь. Открываю график. График есть вот такой вот. Это годовой график, как вы видите. Китайцы не только продолжают корректироваться, но и уже влияют своим негативом на другие рынки. Думаю, что в снижении цены на нефть частично виновата и китайская распродажа фондовых активов. По китайцам вырисовывается нехорошая перспектива. Все больше авторитетных экспертов и инвесторов начинают распродавать Китай. И пока не ясно, чем все это закончится. Возможно, и бурным ростом в будущем, ну или более существенной коррекцией. А нам с вами не стоит забывать про риски делистинга китайских компаний с американских бирж. Повторять это будут часто. Риски инвестирования в китайские активы сейчас повышаются. Следите за балансом риска в своем инвестировании. Это реально важно. Далее. Теперь давайте посмотрим российские акции. И здесь будет у меня SBMX. Вот по центру. Здесь 47% с лишним прироста. Открываем этот график. Ну и индекс Мосбиржи тоже скорректировался заметно. Позитива практически не было у нас. Снижались американцы. Китайская распродажа только вот увеличила негатив общий. Кроме того, после договоренности ОПЕК плюс о смягчении ограничений на добычу нефти и с ростом ковидных рисков перешла коррекция нефти. А это все вместе для нашего рынка почти идеальный шторм. И если позитив не проявится в ближайшее время, то российский рынок продолжит свою коррекцию. Предпосылки к этому явно сейчас есть. Так, а теперь давайте продолжая о портфеле. Здесь сейчас поконкретнее расскажу. Перейдем к структуре инвестпортфеля. Вы видите сейчас ее на своих экранах. А вот в этой таблице вы можете увидеть практически всю информацию по текущим активам в этом инвестировании. Первая цветовая область сверху – это класс активов акций. Вторая область, выделенная цветом от облигации. Золота теперь нет. Далее выделен кэш, состоящий из рублей и из долларов, оставшихся от прошлого приобретения активов. А сейчас я дополнительно вывел на экран более укропненную диаграмму с объединением некоторых похожих фондов. Так общая структура портфеля становится понятнее. Ну а теперь несколько слов о доходности данного инвестирования. Давайте я перехожу в доходность. Это можно увидеть вот здесь, в портфельной аналитике. На нее нажимаю. Сразу выходит вкладка «Портфель». Тут много интересной информации. Даже видны дивиденды, которые были от немногачисленных акций. С зелеными цифрами написан доход по этому инвестированию. Здесь сейчас 75 900 рублей. Это прирост за все время инвестирования. Номер выпуска видео в названии – это номер недели. Ну вот столько недель было. А на популярнейший вопрос «Зачем покупать фонды, если они не платят дивиденды?» я ответил вот в этом видео. Там рассказано, как из таких фондов создается в случае необходимости дивидендный поток. И показано, что дивидендную зарплату в этом случае тоже можно сформировать и спокойно жить на нее в будущем. Смотрите там с примерами много конкретики по данному вопросу и расчеты. А теперь пора начинать покупки. И вначале я должен перевести деньги на брокерский счет. Сейчас я буду переводить. Вот вначале это будут доллары. Нажал кнопку «Пополнить». Перехожу на долларовый свой счет и ввожу 92 доллара. Мне 92 доллара понадобится. Вот. Нажимаю «Пополнить» и перевод должен произойти. Вот вы это уже увидели. Теперь рубли. Общая сумма должна быть 10 000 рублей. Поэтому, учитывая вот эти вот 92 доллара по примерно текущему курсу и дополнительно перевожу с карты на брокерский счет, еще 3800 рублей. Нажимаю кнопку «Пополнить» и уже в рублях забиваю 3800. И нажимаю кнопку «Пополнить», что, собственно говоря, у нас и происходит по факту. Переводы завершены. Начинаю теперь, давайте, покупки. Значит, начинать покупки я планировал. Сейчас посмотрю. FX-IM у меня здесь стоит в списке. Открываю его сразу. Состав фонда FX-IM, по уверению управляющей компанией FINEX, аналогичен фонду FX-IT. То есть, это IT-сектор США. Здесь тоже заметная коррекция. Конечно, не такая, как у китайцев, но она видна на графике очень хорошо. Покупка будет не на максимумах. Это неплохо, но это не главное. Сейчас рынок слегка волатилит. Буду надеяться, что коррекция усилится и переоценка активов позволит увидеть более адекватные уровни. Но я уже много раз говорил, что сейчас пока еще остается вероятность выкупа коррекции, так как Федрезерв пока еще не перешел от слов к делу и ликвидности для покупок достаточно. К тому же может помочь элементарная жадность. Она довольно часто помогает выкупать коррекции. Тут я покупаю 30 паев лотов. Ну, соответственно, и набираю нужное мне количество. Так, 30 лотов и купить. А теперь есть возможность напомнить, что у меня тот самый баланс, риски и диверсификация контролируются. Я за этим слежу. Если вы не понимаете, что такое сбалансированный риск и правильное распределение активов, то читайте нужную литературу. А вот эта обложка к видео как раз о важных книгах. Изучайте. Продолжаю покупать. Сейчас это будет Тиньковский фонд на индекс S&P 500. Вот он у меня в самом низу здесь по фондам. Тикер TSPX. Напомню, что покупать я начал сравнительно недавно. У меня есть уже фонды на S&P 500. Это Сбербанковские SBSP и FXUS от Финекса. Я решил их разбавить. В России все же стоит разбавлять фонды на одинаковые индексы. И основная причина будет в том, что при возможном расформировании фонда вы не потеряете трехлетнюю льготу длительного владения сразу на весь объем инвестиций в нужный вам индекс. Риск расформирования у Сбера, конечно же, минимальный, но все же лучше не забывать об этом. Ну, как минимум, я здесь об этом рассказал и показал, как это делается. Покупка у меня произойдет на коррекции. Это, очевидно, по графику. Ну, собственно говоря, это хорошо. Нажимаю кнопку «Купить». Здесь я планировал купить 300 штук, 300 лотов, 300 паёв. Соответственно, и покупаю именно столько. А сейчас небольшой анонс. В четверг я планирую сделать обзор Финексовского фонда на игровую индустрию и киберспорт. Было много просьб в комментариях, чтобы я это сделал. Но зачастую после многочисленных просьб подобные обзоры плохо смотрятся. А если мало просмотров, то это вредит каналу. В общем, смотрите, иначе обзоров будет все меньше и меньше, к сожалению. Там в планах был у меня еще и новый Тиньковский фонд по обзору. Но пока сомневаюсь, что это нужно делать. Далее. Далее я покупаю фонд FXDM. Я вот сейчас его сразу открываю. Здесь приятный график в том смысле, что цена достаточно низкая. Фонд включает в себя акции крупнейших компаний развитых стран, кроме США. В него входят акции компаний из около 20 развитых стран. Крупнейшие доли здесь приходятся на рынки Японии, Великобритании, Швейцарии, ну и так далее. Кстати, вот в этом видео я довольно подробно разобрал плюсы и минусы этого фонда. Смотрите, изучайте, разбирайтесь. Фонд явно интересен мне для валютной диверсификации портфеля. Думаю, также очевидно, что достаточно устойчивые валюты развитых стран станут хорошей альтернативой доллару. Будут эффективно разбавлять риски доллара и балансировать портфель. К тому же цена пай, как я уже сказал, сейчас явно не на максимуме. И здесь мне нужно будет купить, сейчас я гляну в свою табличку, там будет 50 лотов. Покуплено, соответственно, 50 штук. Далее, перед следующей покупкой напомню вам о том, что я сделал отдельный плейлист вот с этими роликами. Сейчас вы видите несколько обложек, обзорных роликов по фондам. Плейлист называется «Обзоры фондов». Смотрите. Ну, а я продолжаю покупать, и сейчас у меня будет покупка Тиньковского фонда «Биотех». Тема с биотехами практически вечная, позицию я понемногу набираю, но без фанатизма. И здесь я хочу купить, соответственно, 200 лотов. Вот, ну, это и делаю. А на сегодня это все. Всем здоровья, большого профита, да пребудет с вами сила сложного процента.